В эфире канала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина в одностороннем порядке прекратит огонь на востоке страны, но сделают это только после укрепления границ. Это один из ключевых пунктов мирного плана, который представил президент. Состоит он из 14 политических шагов. Детали глава государства пока не раскрыл, однако, как сообщила уполномоченная по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, уже завтра Петр Порошенко проведет переговоры с представителями восточных регионов. По ее словам, глава государства инициирует встречу для того, чтобы понять настроение в этих областях и совместно обсудить проблемы. Украина в одностороннем порядке прекратит огонь на Донбассе. Вооруженные формирования получат возможность разоружиться, а российские наемники покинуть нашу страну. Об этом сегодня сказал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, период прекращения огня будет очень коротким. Те, кто добровольно сложит оружие и не совершал тяжелых преступлений, получат амнистию. Глава государства подчеркнул, что мирный план на сегодня предусматривает 14 политических шагов. Его ключевыми элементами являются перекрытие госграницы, а также изменения Конституции, которые закрепят децентрализацию власти. Полностью мирный план президента будет обнародован в ближайшие дни. Ключевым элементом плана является перекрытие государственной границы. Ибо без перекрытия государственной границы есть огромные риски, что прекращением огня воспользуются преступники. Сегодня есть 14 политических шагов. Составных элементов плана, о которых вы подробно узнаете, я думаю, что уже завтра-послезавтра тянуть с этим никто не будет. Глава государства надеется, что в ответ сепаратисты освободят всех пленников, а их уже больше сотни. Также создадут коридор для жителей, которые захотят покинуть зону конфликта. Еще одним очень важным пунктом мирного плана является возобновление работы центрального радио и телевещания, чтобы жители Донбасса могли получать достоверную информацию о ситуации в стране. У полномоченной президента по мирному урегулированию конфликта Ирина Герасченко говорит, таким образом глава государства хочет донести ключевую позицию – новая власть за мир в регионе. Уже завтра состоится встреча Петра Порошенко с представителями Восточного региона, бизнесом политической элитой и с законно избранными мэрами городов, а не назначенными на собраниях сепаратистов. Президент в своем диалоге с Востоком будет опираться на тех людей, у которых есть там авторитет, есть поддержка, которых там выбрали люди, которым доверяют, но с теми людьми, которые не убивали своих соотечественников и не водили туда войска. По оценкам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, сегодня на Востоке страны более 5000 боевиков. Этого достаточно, чтобы длительный период дестабилизировать ситуацию. Поэтому эксперты предлагают вбить во все колокола. Я убежден, нужно 2-3 дня и очень жесткие санкции со стороны Европейского клуба, прежде всего Европейского, чтобы задушить любое желание России переступить незаконно, несанкционированно переступить порог нашей страны. На этом закончится вся война. К сожалению, ключи от разоружения и окончания войны сегодня находятся в руках нескольких человек в Европе. Поэтому Европа должна прибегнуть к радикальным мерам, ввести в действие третий пакет санкций в отношении Российской Федерации. Виктория Попович, Арсений Меглазов, БТБ. Возобновление боеспособности армии – приоритет для украинского народа, для правительства и для главы государства лично. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая перед выпускниками Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. По словам президента, его первая публичная встреча именно с военными не случайна. Ведь Украина находится в состоянии войны, войны нового типа, с диверсантами, наемниками и добровольцами из мирного населения, у которых, цитирую, очень промыты мозги. Кроме того, значительной составляющей сражений является информационная война. Петр Порошенко уверен, что Украина победит. Мы победим. Мы победим за счет большей организации, более глубокого стратегического введения. И главное, мощной поддержки нашего народа. Высокий патриотизм, сплоченность и мобилизация украинского общества создали основу для безусловной победы Украины, для установления мира, мира на всей территории Украины. На всей территории нашей державы. Компетентные органы Украины получили доказательства российского происхождения переносных зенитно-ракетных комплексов, которые используют террористы в Донецкой и Луганской областях. Упаковочный лист, который находился в одном из ящиков для оружия, свидетельствует о том, что указанные ПЗРК еще до 12 апреля хранились в военной части противовоздушной обороны России в городе Ейск Краснодарского края. Украина в рамках очередного заседания форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности обратилась к России с требованием дать разъяснение, каким образом эти ракетные комплексы «Игла» попали из российской военной базы в руки террористов на востоке Украины. Правительство усиливает охрану украинской газотранспортной системы. Основное направление – защита от терактов для обеспечения надежного транзита российского голубого топлива в Европу. Тему продолжит Оксана Прыжко. Взрыв на участке газопровода Уренгой-Помара-Ужгород в Полтавской области произошел не из-за аварии. Это спланированная диверсия, заявляют в Кабмине. Почти полтора метровую в диаметре трубу на глубине двух метров подорвали. Повреждено 20 метров магистрали, отчитывается министр МВД. Мы предполагаем, что взрывное устройство было заложено под основание бетонной опоры трубопровода, после чего произошло два коротких взрыва и затем большой взрыв. Следствие продолжается. Полагаю, что взрыв случайно не происходит в месте, где сочленяются четыре трубы одновременно. Вот это предварительные данные. Подача газа благодаря резервным путям поставки, судя по всему, не пострадала. Ситуация локализована. Диверсия на нашей ГТС – дело рук Кремля, не сомневается глава Кабмина и раскрывает замысел заказчиков. Мы прогнозировали еще несколько недель назад, что будут спланированные диверсии, цель которых – подорвать репутацию Украины как надежного транзитера и легитимизировать строительство Южного потока, цель которого – не диверсификация поставок газа в Европу, а исключение Украины как одного из ключевых транзитеров в Евросоюз. Версия украинского правительства подтверждает еще одно невероятное совпадение. Трансляцию с места взрыва оперативно передал канал «Россия-24», съемочная группа которого оказалась на месте происшествия всего через 10 минут после случившегося. Такое везение в телевизионной журналистике – скорее исключение, чем правило. В украинском Кабмине опровергают дезинформацию, распространяемую российскими СМИ. Убеждают – наша ГТС прочна и надежна, вопреки солидному стажу. Поэтому европейские потребители будут получать российский газ в полном объеме и вовремя. Транспортная система Украины проектировалась еще в советские времена. Она проектировалась на случай войны и ядерной войны. То есть, кто бы там что ни делал, на безопасность транзита это не повлияет. Очень тяжело будет разрушить эту систему. Для профилактики возможных диверсий в будущем глава правительства поручил профильным службам усилить охрану нашей ГТС. А также распорядился ускорить реализацию проекта по модернизации и эксплуатации украинской газовой магистрали совместно с европейскими партнерами. Оксана Апрышко, Владлен Ноль, Валерий Власюк, БТБ. Миллиарды, украденные у нашей страны Януковичем и его окружением, нашлись. По словам главы Кабмина Арсения Яценюка, правительственная госслужба финмониторинга обнаружила миллиард 340 миллионов долларов в одном из соседних государств. На счетах офшорных компаний-нерезидентов, зарегистрированных на самого Януковича и его окружении. Счета с похищенными деньгами арестованы. Начата работа по возврату украденных финансов государству. Правительстве шокированы цинизмом вскрытых схем разворовывания государственной казны. Отдельно хочу отметить, что значительная часть этих средств через офшорные компании направлялась на приобретение облигаций внутреннего государственного займа Украины. И еще Украина на украденные ими средства платила до 19% годовых доходов. Десять принятых решений. Таков результат сегодняшней работы Верховной Рады. В частности, депутаты позаботились о правах инвалидов и ввели уголовную ответственность за дискриминацию людей с особенными потребностями. В тюрьму можно загреметь на срок до пяти лет. Кроме того, депутаты ввели мораторий на закрытие школ из-за недофинансирования. Запрет будет действовать до принятия госбюджета на 2015 год. Обсуждали сегодня парламентарии и ситуацию в банковской системе. О подробности смотрите далее в сюжете. Работа парламента началась с отчета главы Нацбанка. Степан Кубев сообщил, банковская система Украины находится в сложной ситуации. 22 миллиарда гривен потеряно из-за аннексии Крыма. 100 миллиардов, которые сосредоточены в финучреждениях на Востоке, могут быть заблокированы из-за действий террористов. Кроме того, большинство банков страны нуждаются в поддержке. Это 37 банков, где будет соответственно проведено стресс-тестирование для того, чтобы определить надежность банковской системы. Для того, чтобы посмотреть, какая сумма капитала необходима для банковской системы, для обеспечения платежеспособности ликвидности, для доверия граждан к банковской системе, конкретным банкам. Для того, чтобы мы выполнили эти государственные задачи, которые стоят сегодня перед нами. Информация от регулятора не очень утешительная, но реалистичная, отмечают депутаты и отдают должное руководству НБУ, которое сделало все возможное в условиях фактической военной агрессии со стороны России. Это не стандартная ситуация. И опыт работы в тех условиях, когда теряются целые территории, и фактически в один день блокируется огромное количество активов, это не очень-то просто. То, что сегодня удалось удержать в целом банковскую систему, и курс сейчас у нас не 20, не 15, а 11-12, это уже хорошо. Мне очень нравится позиция Кубева по наведению порядков с точки зрения уничтожения тех коррупционных схем, которые были в предыдущий период в условиях рефинансирования банковской системы, когда десятки миллиардов гривен направлялись неэффективно, а непрозрачно, то есть беспрецедентные кражи, и это еще больше усугубляло кризис. Степану Кубеву пришлось подхватить НБУ на пике кризиса и удалось удержать банковскую систему страны. Под его началом были инициированы серьезные реформы, возобновилось кредитование со стороны МВФ. Значительные результаты, которых Нацбанк добился за столь короткий срок, отмечают и международные эксперты. Я очень позитивно оцениваю шаги Национального банка Украины в направлении стабилизации экономики в вашей стране. Я могу говорить о фактах. Мы видим, что впервые платежный баланс оказался позитивным. Кроме того, мы видим, что золотовалютные резервы перестали уменьшаться. С одной стороны, это связано с поддержкой, которую вы получили от международных организаций. Однако, с другой стороны, это, безусловно, достижение НБУ. Как по мне, очень хорошо, что Национальный банк отказался от интервенций на валютный рынок. Я считаю это позитивным шагом для построения рыночной экономики. Возглавив Национальный банк в самый сложный за всю историю независимой Украины период, сегодня Степан Кубев планирует вернуться к публичной политической деятельности ради воплощения ценности Майдана. Поэтому подает в отставку, о чем он сам сообщил на своей странице в Фейсбуке. И впервые в истории Украины возглавить Национальный банк может женщина. Президент Украины Петр Порошенко подал в парламент постановление о назначении на эту должность Валерии Гонтаревой. Кадровые ротации ожидают и МЗС, и Генпрокуратуру. Глава государства предложил на пост руководителя внешнеполитического ведомства Павла Климкина, а генпрокурора Виталия Яремо. Депутаты готовы поддержать кандидатуры. Он не может строить страну только булавой и другими атрибутами. Ему нужны проверенные, верные люди. Мы будем поддерживать президента. Это не имеет никакого отношения к профессиональности или непрофессиональности прошлого руководства. Речь идет о том, что мы в Верховной Раде должны поддержать президента по всем назначениям. Я имею в виду всех силовиков, генерального прокурора, министров. Рассмотреть кадровые вопросы депутаты планируют в четверг. Уже известно, что новых чиновников будет представлять лично президент Петр Порошенко. Вера Свердлока, Накаменева, Тарас Чкан, Владислав Плешаков, БТБ. Киев с благодарностью поддерживает идею Еврокомиссии о проведении международной донорской конференции для Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с европейским комиссаром по вопросам расширения политики соседства Штефаном Фюле. Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны также обсудили подписание в Брюсселе 27 июня соглашения об ассоциации с ЕС. Готовность номер один. До подписания экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом осталось менее 10 дней. План действий, риски и выгоды обсуждали в Торгово-промышленной палате Украины. Мнение бизнесмена выяснял Александр Пантелеймонов. Металлургия, химпром, сельское хозяйство. Две трети экспорта в страны Евросоюза обеспечивают именно эти отрасли. Сейчас главная цель повысить не количество, а качество продукции, подчеркивают в Торгово-промышленной палате Украины. Ведь для украинских предприятий крайне важно внедриться в западные технологические цепочки. Это существенно облегчит конкуренцию с европейским бизнесом. Безусловно, они будут заинтересованы в продвижении своих товаров, как бы они нас политически не поддерживали. Но мы можем участвовать в кооперации. Главное для украинской экономики масштабное технологическое обновление. Сколько времени на это потребуется, сказать сложно. Сейчас четверть украинского экспорта идет в страны Евросоюза. Тем, кто уже работал с западными партнерами, удастся достаточно быстро адаптироваться к новым условиям, прогнозируют аналитики. Если предприятие, опять-таки мы говорим о сильном предприятии, в котором просто нужно внедрить just-in-time, чтобы вовремя поставлять и некие товары, услуги в Европу, это один подход. Это можно сделать за 3-5 месяцев. Если же нужно менять полностью всю технологию производства оборудования, или происходит полное изменение бизнес-модели, это годы. Украинские авиаперевозчики готовились к открытой конкуренции с европейцами уже давно. Еще в рамках соглашения «Открытое небо». Документ пока не подписали, но риски уже оценили. Говорят, бизнесу в любом случае потребуется помощь государства. Но стоит помнить, к примеру, экспортные дотации Украине применять запрещают правила Всемирной торговой организации. Сосредоточиться необходимо на облегчении налогового бремени. Речь не идет о дотациях, они запрещены в Евросоюзе государственные дотации. Речь идет исключительно об общем правовом поле налоговом, которое более льготное в Евросоюзе по сравнению с Украиной. Ждать сиюминутного чуда от ассоциации с Евросоюзом не стоит, но в долгосрочной перспективе произойдет качественное обновление украинской экономики, подчеркивают эксперты. Александр Пантелеймонов, Арсен Меглазов, БТБ. И в завершение выпуска об ожидаемых событиях четверга, 19 июня. Доброй вам ночи. Народные депутаты рассмотрят кадровое предложение президента, назначение министра иностранных дел, генерального прокурора и главы Национального банка. Президент Украины Петр Порошенко встретится с представителями легитимной власти и бизнес-элиты Донецкой и Луганской областей. Благотворительные организации передадут миллион гривен родным погибших героев Евромайдана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова